Здравствуйте, меня зовут Масленников Яна Владимировна, я врач-ортодонт. На консультациях пациенты часто спрашивают, почему у них возник неправильный прикус и можно было бы этого избежать. Причин формирования патологии прикуса очень много, нередко они сочетаются между собой. Основные причины неправильного прикуса следующие. Наследственность. То, каким образом будет формироваться наша челюстно-лицевая область, во многом зависит от генетической предрасположенности. Поэтому на приеме ортодонт уточняют, у пациента не было ли похожих нарушений у близких родственников. Например, мезиальный прикус часто носит наследственный характер. Нарушение формирования челюстно-лицевой области во внутриутробном периоде развития плода. Влияние таких неблагоприятных факторов на беременную, как инфекционные заболевания, травмы живота, неполноценное питание, стресс, ионизирующее излучение, плохая экология, эндокринные нарушения, некоторые лекарственные препараты могут негативно сказаться на формировании зародыша, в том числе его челюстей, нёба и зубных зачатков. Особенно опасны подобные вредные воздействия в первые 12 недель беременности. Травмы челюстно-лицевой области во время родов и в детском возрасте. При травмах могут повреждаться ростковые зоны челюстей, и это приводит к нарушению их роста и формированию. Эндокринные нарушения. В постнатальном периоде огромную роль в развитии организма играют гормоны, особенно соматотропный гормон, гормоны щитовидной железы, пара щитовидных желез и половые гормоны. При недостатке или избытке этих гормонов происходит нарушение роста и развития челюстных костей и зубов. Неполноценное питание. Недостаток витамина Д, кальция, фосфора, фтора, белка в период формирования и активного роста челюстей приводит к нарушению, замедлению этих процессов. Вредные привычки сосания пальца, ручки, языка, щеки, инфантильное глотание нарушают неудинамическое равновесие челюстно-лицевой области. Это приводит к неправильному росту и развитию челюстей. Если эти причины вовремя не устранить, то формируется открытый, перекрестный, дистальный или мизиальный прикус. Короткие уздечки губ, языка, мелкое преддверие полости рта, расщелина губы и неба. Эти анатомические особенности должны быть вовремя скорректированы, иначе они приведут к неправильному прикусу и неправильному положению зубов. Плохая гигиена полости рта, множественный кариес, ранняя потери временных и постоянных зубов приводит к смещению соседних зубов или зубных зачатков с заболеванием парадонта. Это является предрасполагающим фактором к формированию аномалии положения зубов и прикуса. Избежать этого можно, соблюдая правила гигиены полости рта, профилактическим посещением стоматолога раз в 6 месяцев, своевременным лечением кариеса и протезированием отсутствующих зубов. Ленивое жевание. Для правильного формирования челюстей необходима достаточная физическая нагрузка при жевании. В рацион обязательно должны быть включены продукты, пережевывание которых требует усилий со стороны жевательной мускулатуры, например, свежие твердые овощи и фрукты. Хронические воспалительные заболевания верхних дыхательных путей, которые вынуждают ребенка дышать ртом. При ротовом дыхании нарушается миодинамическое равновесие челюстно-лицевой области, губы, язык, щеки располагаются неправильно относительно зубных рядов. Это вызывает недостаточное их воздействие в одних участках челюстей и избыточное давление в других. При привычном дыхании ртом происходит сужение верхнего зубного ряда, формируется мизиальная окклюзия, перекрестный прикус, протрузия верхних зубов и т.д. Логопедические проблемы. Механизм формирования аномалии перекуса по этой причине схож с таковым при ротовом дыхании и вредных привычках. При неправильно протекающей функции речи на одним участке челюстей языком и губами оказывается сбыточное или недостаточное давление, что приводит к нарушению их формирования. Неправильное грудное вскармливание или искусственное вскармливание. Об этом подробно я рассказывала в одном из предыдущих видео. Как понятно из вышеперечисленного, многие причины, вызывающие неправильный прикус, поддаются коррекции. При своевременном принятии мер по их устранению возможно избежать формирования аномалий прикуса. Спасибо за внимание. Если у вас появились вопросы по данной теме, пишите их в комментариях. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. Мы снимаем много полезных и интересных видео по стоматологии. До свидания! Продолжение следует...